приветствую вас на моем канале сегодня мы посмотрим обновленную honda civic type r как видите находится в салончике honda это уже хорошо давайте посмотрим ее конфигурацию делал я уже обзорчик на данную модельку но достаточно давно пора уже обновить данные давайте посмотрим на модельку саму моделька я скажу вам выглядит отлично просто даже в белом цвете смотрится особенно вот задняя часть смотрите очень детализировано вот эти решетки спойлер вот этот и классно размещенные стопы так вообще классно смотрится дальше давайте посмотрим что у нас по кабине кабина у нас одна шасси у нас два варианта заниженным клиренсом но это нам совсем не нужно потому что при въездах на некоторые там стоянки там довольно таки высокие бордюры давайте посмотрим что у нас по двигателям двигатель 320 лошадиных сил у нас плохо конечно с этим значком читаем и показания здесь и передачу нас 6 смотрим что у нас по интерьерчику интерьерчик я скажу вам выглядит просто отлично хотя тут якобы с текстуры кожи такой выделенной нету но при этом сохраняется такой спортивный стиль и все достаточно хорошо вид видно не применен не применен здесь черный цвет тогда бы наш интерьерчик смотрелся бы поунылий цвет такой сероватый что дает нам детальный обзор всех деталей давайте посмотрим что у нас по покраскам как видим что у нас нету никаких скинов к сожалению но зато мы можем покрасить свой цвет давайте выберем какой-то цвет металлик тоже также красится давайте вот такой вот цвет покрасим стараюсь каждый раз как-то оригинально все сделать но в любом цвете эта машинка выглядит просто отлично за внешний вид уже большой такой плюс смотрим что у нас по внешнему тюнингу и по внешнему тюнингу нас к сожалению ничего как мы видим что у нас что шины что диски одного варианта на считайте уже полностью протюнингована здесь уже ничего нельзя изменять к сожалению творчество свое здесь индивидуальность нельзя выразить так смотрим что у нас по нашему интерьер чеку по интерьер чеку тоже видим что точек нету у нас здесь все стандартное можно только вот значок я так понял это автора вот такая фишка что в каждую машину он ставит свой значок ну хотя бы что-то скорее большинстве модов вообще ничего нету и вот такой у нас gps их находится и так давайте примерим вначале трейлер к ней и по потестируем ее в игре как мы видим вся правда в том что с трейлерами данный автомобиль не может ездить ну никак смотрим ее уже в игре и так у нас здесь пошел дождиком но нам все равно все хорошо видно давайте рассмотрим наш интерьер чек и поскольку дождь сразу посмотрим на стойке как видим по стойкам все хорошо единственное что видим что тут что-то не так с текстурами серый переходит в черный такой или в темно-серый и как-то неаккуратненько на этой стойке все нормально видим что здесь есть вкладка такая вставочка а здесь какими-то кусками все порезано некрасиво сделано ну видим что на задних самых задних стойках тоже самое происходит так ну мелкие недочеты все-таки мы нашли так но это сильно я вам скажу это не бросается в глаза но без думаю что автор стоит обратить внимание на вот эту штуку потому что все так вроде красиво выглядит поворачиваешь голову тут бац и такая штука так давайте включать двигатель слушать звук рычащий такой звук звучок нас встречает и посмотрите достаточно большой gps вот за что мы боремся чтобы у нас была хорошо видна карта и чтобы она была под рукой размещение gps очень даже удачно можно было бы еще наверно его левее сместить руль абсолютно нам не мешает так выглядит у нас наша приборка давайте посмотрим передачи передачи показываются перешла на на первую задняя тоже показываются и спидометр тоже работает отлично просто просто отлично давайте проверим поворотники видим что стрелочка есть и есть индикация анимация и индикация поворотников есть звук тоже присутствует все хорошо сигнал отличный сигнал давайте теперь и что мы сделаем давайте посмотрим что у нас с регулировкой нашего положения потому что мы на мой взгляд сильно далеко сидим наверное надо нам привык приблизиться немножечко так и положение обзора тоже можно сместить от тут так вот все отлично и это наверное максимально потому что дальше уже нас левое зеркало уходит никуда теперь обзор я считаю практически идеальный давайте следующим следующее что мы сделаем это проверим работу дворников и так включаем дворники и видим что они стирают хотя звука стирания я не слышу возможно такая хорошая звукоизоляция звук двигателя достаточно громкий звук дворников не слышно вообще так что у нас по 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 индикации видим что дворники есть три положения и есть анимация переключения этих положений очень хорошо дворники стирают все нормально давайте поставлю на первый режим включим ночь нам нужно будет проверить что у нас происходит ночью итак ночью мы видим у нас нету включенной подсветки включаем подсветочку видим белым подсвечивается все наши элементы наши датчики остаются видны даже без включения света есть индикация включения света это хорошо дальние отлично светит так на наш при нажатии на о ничего не происходит то есть отдельной подсветки салона нету следующее мы смотрим это все то же самое только с внешки давайте заценим как видим что дворники у нас работают снежки это тоже хорошо выглядит конечно не как будто поломанные какие-то но ну ка еще раз посмотрим снежки они такие же ну да так такая форма у них изогнутая хорошо работают дворники теперь включаем свет пары просто ярчайше тут без вопросов поворотники . поворотника никак не выделил не выделено посмотрите просто горит в никуда ну тут такая полоска просто мы находимся довольно таки светлом месте но видим что полоска в центре светит таким яркой точкой не очень это хорошо конечно но терпимо поворотник хорошо виден так по бокам поворотники не дублированы я думал что это возле колеса будет дублирующий поворотник сзади поворотник тоже хорошо видны стопы отлично стопы вообще красиво смотрятся стопы такими точками хорошо возвращаемся в наш салончик и давайте включим день и скорее всего это чтобы проверить скоростные характеристики данной модельки это все-таки полу спортивный такой автомобиль давайте я сейчас перенесусь на трассу и так мы в нашем автомобиле давайте немножечко погазуем послушаем звук снежки сигнал кстати видим что легко быстро набирает 50 к сожалению тут машина много давайте перейду на вид из кабины все-таки положение нужно еще регулировать потому что как будто мы смотрим из-под низу давайте вот так вот сделаем и немножечко отодвинусь постоянно перепутал вот так вот видно хорошо зеркало и хорошо видно все наши органы управления давайте поднажмем видите что сотню но наш автомобиль набирает легко при этом не слетает с дороги управляемость остается нормальной 137 уже у нас и давайте притопим немножечко ну видим что после 140 разгон уже не такой быстрый и давайте попробуем оттормозиться пошел я в занос но как видите я остался на том же месте то есть тормоза буквально даже таки хорошие потому что тормозной путь был минимальный я считаю при 160 километров в час давайте выключу двигатель вы знаете мод выглядит достаточно неплохо пожалуй включу все-таки двигатель уменьшил я немножечко звук потому что электроники здесь напичкана и когда он выключенный просто все пустое довольно таки неплохой спорткар я бы сказал назвал его так неплохой салончик к сожалению менять кастомизации никакой нет у нас только вешается этот значочек все остальное так как есть ну мне нравится красный цвет мне заходит этот интерьер чик хоть здесь нету текстур выраженная яркой кожи но зато смотрится интерьер вполне себе годно единственные вопросы к вот этим текстурам на стойках здесь и вот здесь по бокам а так вполне себе неплохой интерьер чик что касается gps gps достаточно большой мне он зашел и также приборка очень хороша хорошо видно у нас километры в час передачу отлично и также топливо тоже показывается следующее что мы смотрим это внешку нашего автомобиля внешка нашего автомобиля это наверное 10 из 10 очень привлекательно выглядит хотя тоже замечу что нету никакой кастомизации мы мы не можем буквально ничего менять здесь только одни диски одни шины никакие спойлеры не меняются не добавляется машина протюнингованная уже до нас но это не не меняет тот факт что выглядит очень даже неплохо мы можем менять покраску металлик или же в кастомный просто цвет красить очень неплохо смотрится дворники в данной модели работают справно что снаружи что внутри все окей есть даже анимация переключения режимов дворников анимация включения поворотников и индикация соответственно все в этом моде хорошо вы знаете что мод достаточно неплохой в сумме но отсутствие кастомизации все-таки не дает ему поставить какую-то максимальную оценку я думаю 8 из 10 он вполне себе заслуживает мне понравилось как как машинка тормозит при 160 и мне удалось остановиться экстренно и при этом меня занесло конечно но это все таки 160 километров в час тормозной путь был не такой уже и большой следующее что тоже не понравилось то что с трейлерами он не дружит ну хотя вряд ли кто-то будет вывозить на такую на таком красивом автомобиле трейлер но вполне можно пассажиров повозить это неплохая идея спасибо что посмотрели мой обзорчик машинке ставлю 8 из 10 если убрать если подлатать те недочеты которые я назвал то вполне себе и девятка будет спасибо что посмотрели меня до новых встреч